Всем здарова, с вами Неагрессивный. Вчера закончилась трансляция разработчиков Тронов Либерти, я выделил самые интересные анонсы, которые они нам дали, и давайте пройдемся по ним подробней. Дропрейт Фиола в данжах будет 4%. На данный момент лимит похода в данж всего 2 раза в день, разработчики думают над тем, чтобы увеличить этот лимит. Также они видят запросы игроков по поводу батлграундов и думают о их введении. ДПС-метр, возможно, скоро появится, и нам будет проще отслеживать урон пати. Уже совсем скоро будет доступен для захвата замок. Он пока что один, и топ-1 гильдия, которая захватит замок, будет постоянно оборонять его. Будет добавлен новый ивент с 31 января по 3 февраля, Fire Resist. Система кросс-сервера уже в работе. Совсем скоро будет ивент, который будет давать люцены, это донат-валюта. Разработчикам нравится текущая модель монетизации, и они хотят ее оставить. Разработчики отслеживают ботов на всех серверах, и уже было забанено 9К-ботов. Собираются апнуть миликов из-за ситуации с лучниками. На данный момент лучники достаточно эмбовые, хотя милики тоже. И разработчики хотят подапнуть миликов, чтобы уравнять эту ситуацию. Нам сказали о том, что слияние сервов в принципе реально, и они могут его сделать, если оно будет нужно. В ближайшем будущем будет реворд пати-лут-системы. Также ведется работа над сложностью боссов. Какие-то боссы сейчас сложные, какие-то более легкие, а разработчики хотят уравнять их, чтобы это было интересно. У игроков часто возникали проблемы с погодными квестами, где надо было дождаться дождя. И разработчики видят эти проблемы и сказали, что сократят количество погодных квестов до 5%. У нас есть система соло-данжа, где вы в одиночку проходите боссов, взбираясь выше по этажам. Так вот, будет добавлено еще больше боссов в эту башню. Было анонсировано увеличение дропрейта в мире с мобов, но только тогда, когда будут деланы необходимые инструменты для борьбы с ботами. Чтобы экономика была в норме. И это очень правильное решение, чтобы не завести экономику в не то русло. В недавнем патче была поднерфлена Ванда. Разработчики анонсировали ее апп, но с изменениями. То есть это будет не просто апп, а немножко переделка механики работы Ванды. Но пока что нам не раскрыли детали. Ведется работа над улучшением таргет механики хила. Она будет доработана и улучшена ее удобность. В гильдейных рейдах появится хардмод. Совсем скоро будет добавлена кнопка блокировки скиллов на панели. Это очень круто. Так же как круто, что будет добавлен таймер дня и ночи. Чтобы можно было отслеживать, когда будет ночь и когда будет день. Это был краткий разбор ближайших нововведений. Разработчики нас заверили, что ждать этих изменений нам совсем недолго. Также на трансляции были выданы купоны. Спускайте закрепленные комментарии под видео, они все там есть. От себя хочу добавить, что скорость работы разработчиков и их отзывчивость. И то, что они нон-стопом читают форумы и видят все самые нужные моменты, которые просят игроки. Это очень круто. И это только добавляет мотивации играть в эту игру и радоваться от ее контента. И то, что контент выходит очень быстро. И выходят очень удобные нужные изменения в тот момент, когда они нужны. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте ко мне на трансляции на ютубе и на твиче. Всем хорошего настроения и увидимся на спотах.